Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лападом. Сегодня речь пойдет о повести Ларса Соби Кристиана, норвежского писателя Герман. Для тех, кто еще не полюбил себя, гласит некий слоган на обложке книги. И надо понимать, что вот это расхожее «полюбил себя» в данном случае очень общее определение. Речь идет о письма конкретных вещах. Это история мальчишки, у которого есть действительно какая-то проблема со здоровьем, но это скорее иносказание. А штука такая. Он заболел очень редкой болезнью, он высеет. Он высеет, у него выпадают волосы, и он уже вот, будучи молодым человеком, будет совершенно высым, как коленка. С этим сделать нельзя ничего. Значит, врач не знает, как лечить, там все туманно и так далее. И в принципе, это метафора отрицания собственного «я», выраженная через отрицание собственного тела. Это самая характерная подростковая реакция. В частности, у каждого она будет своя. У кого-то традиционные прыщи, у кого-то, значит, слабость, неумение сдать нормативы какие-нибудь по физкультуре, или, значит, психологическая травма полученная, когда над тобой издеваются за твою слабость. У кого-то избыточный вес, в частности, у меня, например, был избыточный вес. Я все время переживал, что я толстый. Это очень смешно. Это очень смешно вспоминать сейчас. Вспомните, каково это было тогда. В данном случае у Германа действительно есть проблема. Но на этом книга не зацикливается, потому что он живет в мире полным сложных отношений между взрослыми, между детьми. И это совершенно не идеализированное место. Потому что, когда ты читаешь аннотацию, складывается такая прекрасная картина. Слегка взбалмошная мама, значит, прекрасный папа-крановщик. Он действительно крановщик в порту. Тут есть живописное описание, как он бреется, допустим. Это с огромной любовью глазами мальчика показано. Что вот у него... А папа борода отрастает три раза на дню, а по выходным пять раз в день отрастает. Но по поводу бороды это, конечно, да. Она отрастает гораздо быстрее, чем хотелось бы. Но как бы вот сам процесс бритья и как ребенок ему подражает, это очень здорово написано. Много таких подмеченных моментов. Хотя, в принципе, некоторые моменты хочется забыть. И вот как раз о том, что хочется забыть, о своем мироощущении, эта книга рассказывает лучше всего. В ней взрослые, которые зачастую очень недалекие, которых очень легко вести вокруг пальца, и которые совершенно не представляют, что над ними могут так издеваться. Дети, которые жестоки, как любые дети. Значит, вот как издеваются они над Германом, это совершенно незаурядно. С ним проделывают любые штуки, отбирают там любовную записку и так далее. Вот, например, засовывается под свитер картонка, втыкается в нее нож, и быстрого жизнь ты умер. Значит, тебе входит несчастный фанер в мастерскую. Фанер – это кличка. И он, значит, соответственно, он просто рыдает после этого. После того, как он увидел якобы зарезанного Германа, который там валялся. А это все хахонькие. Это все вот такие приколы, жестокие и чудовищные. Или поиздеваться над инвалидом, который ходит на костылях, который все не любят и зовут Муравьихой. Значит, вот надо этой Муравьихой издеваться. А как? Позвонить в дверь, а ручку входной двери привязать перьевом, значит, шнуром или веревкой. И когда она попытается открыть дверь входящему, она не сможет выйти из квартиры. И когда, наконец, Германа ловят за этим занятием, выясняется, что она его фактически спасает. Да, потому что там его уже просто участковый, да, с дворником. Они, наверное, его конкретно бы прессовали. Вот, и это точно получило бы огласку, потому что ее реально доводили этим. Она действительно не может передвигаться. У нее в квартире приделаны ручки, как в трамвае, на петлях свисают с потолка. И когда, значит, она не может ходить толком, она за ней хватается, как пассажир, и передвигается таким образом по квартире. Это очень жестокие описания. Но они не содержат в себе ничего такого зверского, а по душе бьют сильно, потому что ты понимаешь, что это бытовая жестокость. Это бытовые недоразумения, которые постоянно будут сопровождать. Дети сами по себе прекрасными не станут, и мир сам по себе прекрасным не станет. А самое главное, принять себя в этом мире очень сложно. Вот такого, какой ты есть, беспомощный, талантливый. Герман талантлив, он очень хороший мальчик в этом отношении. Со всеми своими семейными проблемами, которые я пересказывать не буду, чтобы спойлер не наводить на книгу, значит, Герман прекрасно может самореализоваться, но ему нужно перешагнуть через что-то, что как раз символизируется вот этим несчастным облысением. То есть, в данном случае, к концу книги совершенно точно становится понятно, что это некая метафора, которая описывает внутреннее душевное состояние подростка. Это очень поучительное чтение. Оно для взрослого человека, может быть, даже важнее, чем для адресной аудитории. Может быть, в этом кроется невероятная популярность автора, потому что Кристенсен, он переведен на 36 языков, и я охотно верю в это, потому что достоверность стопроцентная. При простоте сюжета и простоте изложения ты сопереживаешь герою как никогда. Это специальная литература, она не сугубо психологическая. Это художественная повесть, в ней много смешных моментов, пожалуйста. Немного таких забавных нелепостей абсурдистских в жизни описано. Но это очень специальные вещи. Они выходят часто в издательство «Самокат», потому что издательство хочет такой литературе уделить максимум внимания. Это не просто полезные книги. Это книги, которые показывают жизнь, скажем так, ее не приукрашивая, чтобы подросток мог увидеть в этом зеркале отражение многих своих собственных проблем. И что вам сказать? Конечно, кончится все более-менее хорошо. Конечно, вот это несчастное обусение жизнь ребенку не сломает. Но понаблюдав за трудами и днями Германа на протяжении этих 300 страниц, ты поймешь, что в принципе детство действительно страшное время. И подростковые кризисы – это действительно нешуточная вещь. Почитайте. Вы оцените, с какой легкостью автор выводит героя из тяжелой, вот этой вот даже, ну не депрессивной, конечно, просто тяжелой ситуации, когда и все-таки как правильно он, не называя этот путь, потому что, еще раз говорю, вот этот девиз – это для взрослых, это для родителей, потому что для тех, кто не полюби себя, прими себя, подросток просто будет смеяться вам в лицо в ответ на эти слова, да, он не понимает их смысла. Это надо не рассказывать, это надо показывать. Как только вы покажете на примере происходящих событий, эпизодов, эмоций, такие вещи, это позволит проникнуть в сердце, значит, юного читателя и, конечно, ему показать, как стоит поступать в данном случае, да. Но вот называть это бессмысленно, только показывать, только пример. Вот такая повесть. Читайте, наслаждайтесь. Изумительная совершенно с психологической точки стороны чтение потрясающее. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.